приветствую всех у тети лили в швеции в стокгольме продолжаю свою эпопею вы кто мои постоянные мои любимые смотрите меня зрители знаете что я один раз две недели назад где-то выложила кусочек теста и сохранила его и сказала что это будут дрожжи закваска для следующей моей выпечки хлеба и вот этот день настал они тут бублятся я думала что они мне скиснуть прокиснут вам покажу эти дрожжи вы обалдеете эту закваску я был дети над этой закваской она она обалденная моя хорошая должна наблюдать сама что я там снимаю потому что я перевернула свою камеру на изнанку просто когда я лицом снимаю чтобы я видела там звук плохой у меня почему-то не знаю это вот на всех самсунгах вот на телефонах вот такой вот не знаю кто кто заметил у кого самсунг что такая вот такая получается такой звук получается когда вы снимаете себя лицом как селфи звук немножко хуже я хочу все забрать я буду сейчас делать на этой закваске первый раз делаю в жизни на такой закваске она бублиться сейчас я чуть-чуть воды теплой добавлю ее разбавлю и замешаю на нем тесто и потом опять кусочек теста опять выложу вот в эту баночку и опять до следующего раза она будет лежать у меня это эксперимент как я говорю это эксперимент я никогда этого не делала первый раз в жизни делаю посмотрим что получится сейчас залила тепленькой водичкой растворю весь этот кусочек который у меня был так делают узбеки но делали раньше как вам я вам говорила не знаю сейчас делают ли они так потому что сейчас может быть на дрожжах сидел делают молодые хелинки и может быть уже ушло в лету это но я так как я уехала из узбекистана около 25 лет назад на чуть чуть меньше то я помню этот способ а вы же знаете те иммигранты которые уезжают из стран из страны они как сказать они запоминают то что было и так они его и продолжают и иногда даже вот в эмиграции люди сохраняют поле эти все рецепты эти все традиции более чем своей родной стране не знаю я даже вот смотрю я очень интересуюсь такими вещами и смотрю очень много про иммигрантов не только на русском языке но и на английском с переводом на других языках на испанском и замечаю что люди которые остаются своей строге молодежь они уже эти традиции не так чтут не так не то что не чтут они так помнят а так как те кто уехал и те кто в общем вы сами понимаете что я имею ввиду потому что у меня у меня русскоязычная аудитория она самая умная самая смышленная самая сама сама сообразительная я не хочу никому комплименты делать или под халимаш это на самом деле так сейчас я знаете хочу на вкус даже попробовать эту но она не кислая не кислого даже если дрожжи взять они тоже же ведь не кислые я сделала на вот такую маленькую маленькое количество воды вот столько здесь где-то 200 200 наверное 250 может быть соль положу чуть-чуть прямо так из соломки из соломки положу где-то чайную ложечку соли ну что хлеб должен быть всегда просоленный он не должен быть пресный если хлеб пресный то он не очень вкусный вот сейчас хочу просто растворить в воде хорошо это как будто я дрожжи растворила мне кажется даже еще нужно будет чуть-чуть воды добавить я хочу побольше сделать друзья мои на экране идет мой рецепт на экране идет мой рецепт который я загрузила сегодня и сразу выставила у меня конечно есть такое опасение что вы скажете что все у тебя тетя лиля видео однотипные показываешь какой-то тазик какую-то кастрюльку вот ну как вот тут я тоже показываю видите ведь у меня там скалка что-то арбузики видите там катаю может быть и тогда может быть и так но это знаете за это от того что сейчас такая погода у нас в швеции такая погода как говорится полгода плохая погода полгода совсем никуда вот это про швецию мне кажется эта песню которую спели в наши в моей молодости мэри поппинс помните эту песню ну вот это про швецию они пели потому что здесь полгода плохая погода а полгода летом совсем никуда самая большая температура если будет 20 градусов и то это хорошо будет а так 16 градусов летняя температура шведская поэтому я и говорю у нас очень трудно дождаться такой хорошей погоды поэтому когда чуть-чуть солнце выглянет даже летом и вот весной сейчас да все высыпят на улицу все сразу куда-то пойдут все сядут на уличных кафешках и будут сидеть и балдеть на солнышке ловят каждый каждый лучик здесь очень ценят солнце в швеции что что здесь а солнце очень ценят сейчас я еще добавлю другую ложку возьму что положить муку поэтому вы наверное подумаете прицелили сидит дома но я дома не сижу я работаю я каждый день работаю все вот это от понедельника начиная до пятницы до пятницы пятницу я каждую пятницу я отдыхаю но получается так что я только работаю и работаю как вы знаете на свежем воздухе пока что снимать нечего вот эту слякоть и эти камушки которые на полу валяются это снимать тоже не интересно если это вам интересно даже эти камушки могу снимать но скоро я прям вот не дождусь этой весны и у меня и знаете пошло не очень хорошо с подписчиками подписчики то подписываются то отписываются не поймешь не поймешь и у меня тоже также настроение когда на меня подписывается у меня хорошее настроение и как сказать поднимается дух энергии откуда берется, а когда начинают отписываться, у меня, я очень поддаюсь этому, понимаете, влиянию. Как сказать, может быть, это с возрастом, раньше я такая не была, а с возрастом человек становится более такой сентиментальный, более такой чувствительный, на всякую ерунду, как сказать, ну, чувствую, начинаю реакцию давать. Лучше же, конечно, быть не таким чувствительным, не таким сердечным, как я. Ну, с другой стороны, с другой стороны, моя доброта всю жизнь мне помогала и меня спасала. Я вам уже в нескольких видео рассказывала, что я очень, как сказать, человек справедливый, у меня чувство справедливости завышенное с детства было. Если кого-то обижают, кого-то, кто слабее или что-то, у меня сразу такое, знаете, чувство защитить, стать на защиту. Ну, вот такой человек я, с молодостью такая, что поделать, уже не переделаешь, как говорится. В общем, вот так, смотрите, хлебушек замесила, с вами поболтала. Смотрите мои видео, конечно, разговоры с разговорами, дела делами, кушать хочется, хлебушек нам всегда нужен. Я люблю свой хлеб, как вы все знаете. Я лучше свой хлеб вот так вот сейчас сделаю, в морозилку нарежу, в морозилку положу и буду его кушать, потому что этот магазинный хлеб, я не знаю, что они туда кладут. Я уже сто раз говорила, когда я его покупаю, особенно вот эти, которые нарезаны, бывает тосты, нарезанный хлеб. У меня такое ощущение, что он пахнет мокрыми цыплятами. Может быть, некоторые не знают, как пахнут мокрые цыплята, вонючие. Как говорится, мокрая курица. Вот это вот мокрой курицей, мне кажется, и хлеб пахнет. Даже невозможно кушать. Поэтому даже если я покупаю в магазине хлеб, то я покупаю из пекарни, которые прям вот я в Экомаксе покупаю. Там есть своя пекарня, и они пекут вот этот вот кислый хлеб. Вот этот кислый хлеб единственный, который я не чувствую никакого запаха, примесей. Вот его я покупаю. И вот сейчас его же я и пытаюсь сделать. Я не знаю, получится или нет. Вы видите, что я, как я делаю. Дрожжей здесь почти что нет. Ой, у меня тут, смотрите, что. Мука у меня как фонтан. У меня только закваска. Я очень люблю экспериментировать и делиться своими экспериментами с вами. Конечно, немножко занудливое, может быть, видео будет вам казаться. Ну уж. То, что есть в своей жизни, свою скучную жизнь, как я сказала, скучно, но стабильно показываю. Все равно переживаешь. Переживаешь, чтобы все было так и есть, не сглазить бы. Замесила не очень сильно, но надо его вымешивать долго. Смотрите, опять, извиняюсь, у меня что-то с горлом. Беру опять кусочек вот этого теста и опять складу в эту же баночку. Надо побольше положить чуть-чуть. Я где-то через неделю, может быть, чуть-чуть, если я увижу, что он становится жестковатым, то я, может быть, добавлю воды. Как в прошлый раз добавила сюда водички, так и в этот раз. Вот такое количество теста получилось. У меня из-за этой этикетки не видно. Где-то вот так. Друзья мои, вот я еще его чуть-чуть немножко помесила, помассировала. В общем, этот эксперимент у меня будет на хамар-турож. Это не капли здесь дрожжей нету. В общем, это просто эксперимент. Вы же знаете, я люблю экспериментировать, что получится без капельки дрожжей. Вот что у нас получится. Если вам интересно, смотрите дальше. Посмотрим, что получилось. Вот здесь вот это тесто уже выложила. Вот оно лежит немножко. Оно уже начинает кипеть, бурлеть. Я его сейчас крышкой закрою и опять в холодильник на нижнюю полку сколько угодно может стоять. Неделю, две, три, пока я следующий хлеб не буду печь. Так что вот такой интерес. Если вам интересно, пожалуйста, ни капли масла не положила. В общем, я его оставлю, это тесто, на столе. Не буду создавать какие-то тепличные условия. Сейчас буду пить поск-муст. Поск-муст. Это то же самое, как на Рождество. У них бывает такой же вот муст рождественский. А сейчас то же самое, просто этикетка другая. Они сделали как будто на Пасху. На самом деле сегодня Пасха католическая в Швеции. Все отдыхают. У меня вот так тоже праздник. Пью вот этот муст. Очень вкусный. Написано, что там по минимуму сахара. Вот такой у меня праздник, поск-пасха. Тут у меня цветочки мои стоят. Ждем, когда поднимется. И поднимется оно ли вообще у меня. Так что давайте, пошепчите, поколдуйте, чтобы оно у меня поднялось. Хочу показать, как я переложила. Я переложила в стеклянную вазочку, в вазочку, в чашечку. И поставила в теплую воду. Потому что это без дрожжей. Оно нуждается в дополнительном согреве. И у меня еще в комнате прохладно. Батареи давно отключили. И когда стало уже плюс градусов на улице, батареи у нас отключают. И поэтому надо немножко согреть и создать такие условия. Тепличные, как говорится. Хотела без тепличных, но все-таки я люблю свое тесто. Я сделаю ему тепличные условия. Пусть оно там в тепличке у меня сидит и греется. А я пока позавтракаю. А завтракаю я, смотрите, чем. Сейчас я вам покажу. Ой, подождите, подождите-ка. Вот таким завтракаю. Вот этим своим пирогом, который я уже выставила. Он холодный с холодильника. Но он, мне кажется, еще вкуснее холодный. Честное слово. С салатиком. Кушаю с редиской. И сейчас просто не показываю, а то у меня там уже не эстетический вид такой. Ну, салатик с редиской и с йогуртом. И с огурцом. Друзья, товарищи мои любимые, не поднимается мое тесто. Я не знаю, что получится. Я вам открыто показываю. Я, знаете, сейчас что сделаю? Я его переложу. Уже прошел час, как я его поставила. Я его уже и в теплую воду поставила, и сделала ему все условия. Ой, масло набрызгало мне на очки. Ой, очки надо протереть сейчас. Очки же, это мои глаза. Ладно, потерплю как-нибудь эту капельку. Я, знаете, что хочу? Хочу сейчас это... Он очень тепленькое, тесто тепленькое. Ну, я не знаю, поднимется ли оно, будет ли оно у меня красивым хлебушком. Чуть-чуть вот так сделаю. И чтобы стол не пачкать, не вытаскивать эту растилку, вот эту вот силиконовую. Я хочу просто в руках его вот так помять, придать ему форму в руках. Оно очень приятное на ощупь. Такое тепленькое, такое хорошенькое. Ну, просто замечательное. Я вот так внутрь все просто вот так подгибаю. Смотрите, внутрь. Просто подгибаю его в руках. Так, сейчас сделаю такую длинненькую формочку. И вот сюда, как это обманным путем, как это у нашей бабушки говорили, алдап-салдап, положу это тесто еще на поднятие. Час оно у меня поднималось. И еще час я его, наверное, час или сколько, ну вот хотя бы, чтобы вот на уровне было. Пусть поднимается. Еще поставлю под этот, под целлофан, в теплое место. Ну, час хватит уже, сколько можно. Ну, вообще-то, знаете, тесто это такое дело. И тем более, если оно не на дрожжах, а на закваске, я не знаю, как это работает. Я человек-дилетант в этом, в этом, в заквасках. Хотя я выращивала уже закваску, тоже себе делала. Это очень тяжело выращивать закваску. Поэтому хамер-туруш, узбекский вариант, это самый легкий, самый лентяйский и самый классный. Хотя, смотрите, у него вот здесь уже пупырышки есть. Пупырышки. Видите? Пупырышки. Ой, что я сделала опять? Вот так, в общем, сделаю. Пусть поднимается. Посмотрим. Поднимется нет. Все на ваших глазах буду делать. Если получится эксперимент, получится. Не получится, фиаско значит будет. Фиаско закваски будет. Это не моя, не мое фиаско. Смотрите, поднимается пузырик какой-то, да? Ну, давайте ждем. Ждем, мои дорогие. Сегодня Пасха. Ты, хлебушек, должен у меня получиться. Вот так я разговариваю со своими хлебами, со всеми подряд разговариваю. И с вами тоже. Засунула свой хлебушек в духовку, потому что уже нету терпения ждать. Три часа я ждала, когда он будет подниматься, а он и не думает, и не чешется подниматься. Я его засунула в духовку, начал немножко так опухать, чуть-чуть припухать. Посмотрим. Сейчас обязательно покажу вам результат. Я вот свою голову засолилась, засолила, засалила. Буду сегодня красить волосы. Обычно раньше, как это еще с тех времен, надо же было волосы, как сказать, засолить их, чтобы они были соленые. Не засолить, а засолить, чтобы они были жирные от своего же жира. И потом можно уже покрасить. Это как будто бы, как будто бы меньше дает, как сказать, на шведском могу сказать, на русском не могу сказать, меньше дает, в общем, повреждает, повреждает волосы, как будто бы. Может быть. Как я уже вам сказала, что сейчас католическая Пасха идет у нас, сегодня именно воскресенье, и воскресенье – это день. С пятницы уже были люди выходные, отдыхали, я тоже была, у меня так совпало, что я с пятницы, с субботы на сцене отдыхала. И вот это время все было дома, обалдело, как сказать, кайфовало, мне так хорошо, даже если я сижу дома одна, мне некогда скучать. Я ни одной секунды просто так не сижу. Обязательно нахожу себе какую-то работу, то снимаю какое-то видео, потом его монтирую. В общем, сама себя чем-то, как сказать, развлекаю, увлекаю и нахожу себе занятия. Вот и сейчас хлеб пеку. Это хлеб пеку не потому, что мне вот прям так, он слишком, как сказать, нечего кушать, а дело в том, ну у меня есть, можно что, и можно и без хлеба обойтись, но дело в том, что у меня закваска уже 2 недели стоит в холодильнике, и хочется ее испробовать, и видео хочется снимать, и чем-то хочется заниматься. Не знаю, как у вас, или это весна на меня так действует, или что. Надеюсь, что вам тоже хочется чем-то заниматься, развлекаться и быть, как сказать, в наше тяжелое время быть радостными. Просто самим для себя создавать радость. Вот я сама для себя и создаю. Понимаете? Сама для себя. Так что ждем хлебушка. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Друзья мои, посмотрим. Ай, он горяченький. Я прям даже не могу. Вот такой. Так, хочется его попробовать, но еще горячий. Корочка. Обалдеть. У нас снег за окно пошел. Вот и туда. 24-я, а снег идет в марта. Это Швеция, ребята. Вот такой хлеб получился. Вот такой. Дырка. Интересная дырка, да? Хлеб, который я покупаю, там вот такие круглые дырки, а здесь вот такая дырка. В общем, он получился плотный. Посмотрите, он плотный, но он пропекся. Это он просто еще влажный, ну как сказать, еще очень горячий. Мои хорошие, получилось, не получилось, я его все равно съем. Соли мало. Я его съем, потому что он вкусный. Без дрожжей. В любом случае, он без дрожжей. Видите? Он пропекся со всех сторон. Он просто очень горячий. Друзья мои, всех благодарю за сегодняшний просмотр, за то, что вы с терпеливостью посмотрели мое видео, как я пеку хлеб. Всех благодарю. Всем желаю счастья, здоровья, богатства, любви, всего того, что вы сами себе пожелаете. Пусть это у вас все и будет. Пока. Надолго не прощаюсь. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь. Пишите мне. И ставьте лайки, как это говорится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok